Акция «Георгиевская ленточка» продолжается в Хабаровском крае. До 9 мая планируется раздать 100 тысяч лент. Активисты вручают символ победы не только пешеходам, но и автомобилистам. И напоминают, что необходимо уважительно относиться к этому символу победы, соблюдая определенные правила. Репортаж Александра Лихачева. Зачастую «Георгиевские ленты» раздают пешеходам, потому автомобилистам редко удается ее получить. Исправить это решили в ГИБДД Хабаровска. Объединившись с волонтерами и юнормейцами, полицейские вышли на улицы города. Позвольте вам учить ленту «Георгиевскую ленточку». Спасибо. Традиционно у нас проходит акция, посвященная Дню Победы. И мы напоминаем жителям и гостям города о столь великом празднике. Для создания более праздничной атмосферы инспектора переодели в военную форму времен Великой Отечественной войны. Ее задача не просто вручить ленту, но и объяснить, как ею этично воспользоваться. На предметы, на сумку, на велосипед, на машину, да, может, замечали многие, на зеркала. Это считается неуважением, поэтому надо ближе к сердцу. Единственный допустимый вариант – прикрепить ленту на одежде слева на груди. Я надеюсь, что та память, которая должна и сознание быть в головах наших граждан, она будет прививаться не только взрослыми, но и доводиться до нашего поколения, то есть до детей. Тем самым мы помним и гордимся нашими ветеранами. В этой акции сотрудники ГИБДД раздали несколько десятков лент. Отзывы автомобилистов только положительные. Не поверите, как приятно. Вообще детки, когда вот помнят, и вообще мы все помним, это здорово. Пока есть память, мы живем. Эта акция не только в городе Хабарске проводится, но и по территории всей России. Это не только на Дальнем Востоке, потому что в каждом городе Российской Федерации есть эта акция. Ну и на сегодняшний день мы охватываем очень большую часть нашего населения, чтобы напомнить им о тех ключевых событиях, которые происходили во время Великой Отечественной войны. Вручение герогевских лент в Хабаровском крае проходит повсеместно. Всего до Дня Победы планируется раздать не менее 100 тысяч символов Победы. Александр Лихачев, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».